Доброго времени суток В Москве, наверное, где-то 4.30 Здравствуйте, дорогие радиослушатели, рада быть снова с вами Готова начинать Замечательно, да, даже скорее продолжать, да? Да У нас сегодня очень интересная тема о том вообще, зачем идти к астрологу О том, как разговаривать с астрологом, как подготовиться к астрологической консультации Я вообще считаю, что к любой консультации нужно готовиться заранее Ко всему нужно готовиться заранее Особенно, чтобы потом не уйти с разочарованием Что было что-то не то и ничего не запомнилось даже Такое бывает Что она прошла мимо Ну, давай начнём прямо с самого как бы начала, может быть А что нужно всё-таки знать, когда идёшь к астрологу? Есть ли вообще разница между идти к ведическому астрологу или к западному астрологу? Есть какая-то разница в подготовке? Ну, я думаю, какой-то особой разницы нет Потому что в обоих случаях мы идём к астрологу И нужно понимать, что такое астрология Куда мы идём и что мы можем ожидать Потому что астролог часто приравнивается Ну, к такому гаданию, что ли К такому околошаманизму, чему-то мистическому совершенно Хотя это точная аналитическая наука Которая, конечно же, включает и другие интуитивные методы интерпретации и так далее Но база, основная база, это всё-таки расчёты Это точные математические расчёты Подходы с разных сторон То есть техники прогнозирования А вы, если идёте на консультацию к астрологу Вы идёте к специалисту, который очень много всего учил, изучал Рассчитывал и так далее То есть это не что-то, как будто бы вы идёте погадать Бывает, что женщины, многие также ходят и по астрологам Что они приравнивают сходить, погадать, разложить карты К астрологической консультации Что-то общее, несомненно, есть Но есть и большие различия в том, что ожидать И то, как астролог готовится к консультации Несравнима, скажем, с тем, как готовится к консультации Интуит Или таролог Таролог, скажем Потому что астролог всё-таки базируется на каких-то конкретных вещах Он базирует свои прогнозы или выводы, даже если это не прогнозы На конкретных законах, которые есть Эти законы универсальные И, в принципе, из астрологии Мы можем не побояться этого и сказать, что из астрологии Произошли все науки, с которыми вы сейчас имеете дело вообще Потому что всё зародилось из этого истока Когда человек стал наблюдать мир вокруг И складывались связи разнообразные И эти связи записывались как законы И вот эти все математические соответствия Это всё астрология Астрология — это серьёзная наука Да, это серьёзная наука И те, кто её постигают, постигают её всю жизнь То есть нельзя сказать, что Вот у меня иногда спрашивают Можно прийти к вам учиться? Ну, сколько месяцев займёт изучение астрологии? Я всё время так скептически улыбаюсь и говорю Как что вы хотите за несколько месяцев изучить? Потому что даже если вы это изучаете Для того, чтобы изучать астрологию Нужно понимать математику, астрономию, физику Психологию Психология — она уже надстройка Это то, с чем можем оперировать на консультациях То есть базовые законы жизни нужно знать и осваивать И я нахожусь в процессе Я тоже даже про себя Я изучаю астрологию 7 лет И я могу сказать, что я где-то только в начале Начинаю какие-то вещи складывать для себя Вот в эти закономерности, связи Начинаю устанавливать такие Которые, конечно же, мне помогают В дальнейшем, в дальнейшем И преподавать, и консультировать Вот так что вывод, что это сложная наука И что же нужно все-таки Какие вопросы Нужно знать, да Или что нужно знать, да Какие вопросы лучше задавать Потому что я сталкиваюсь с тем, что приходят с вопросами А посмотрите, что у меня там То есть человек достаточно неподготовленный Он не понимает, зачем ему консультация И фактически консультация заключается в том Что я рассказываю, что такое астрология И вот чтобы это не рассказывать каждый раз Я даже вот хочу это рассказать сейчас Что когда вы обращаетесь с вопросом Посмотрите, сколько у меня будет детей Или а что у меня там с партнерством То есть эти вопросы, которые ставят астролога вообще в тупик Потому что предполагается Кто задает вопрос, тот человек предполагает Что все прописано И прописано настолько точно Что вы можете прийти к человеку Который изучал один или два года астрологию Ну вот как мы сейчас ее изучаем И вам с точностью скажут, сколько у вас будет детей В принципе, открыл, внес информацию Открыл карту на компьютере И там все можно увидеть Да, вот, но это совершенно так не работает Да, и сами астрологи, которые начинают изучать С надеждой, что они смогут так же Ну, например, бывает, что ты делаешь успешные консультации Прогнозирование Приходят и оказывается, что чтобы так же И это так же далеко не всегда случается Дело в том, что у самого астролога Бывают дни благоприятные, неблагоприятные Когда он может так провести консультацию Ну, или такое совпадение, скажем, с этим человеком Такая совместимость Что человек уходит просто окреленный И он просто вот, ну, с ним контакт есть А бывают консультации, когда от тебя чего-то ожидают Но ты не можешь этого дать У меня бывали такие, что тебя заваливают вопросами Но вопросы настолько мимо И не понимаешь, как на них ответить И вот это в основном вопросы, когда вы приходите Перекладывать ответственность Вот они, вот так называются эти вопросы Я хочу все узнать, чтобы успокоиться И ничего не делать Я хочу точно знать, что у меня там с партнерством Если мне ничего не суждено, ну и не суждено Хотя все втайне надеются, что там горы золотые А такого нету Мы создаем эту жизнь сами И, в принципе, у нас есть много свободной воли Это, может быть, удивляет кого-то Но у нас есть тенденции, четко прописанные Но внутри этих тенденций есть очень много вариантов Которые мы можем в зависимости от своего умонастроения Своего вообще жизненного настроя Реализовывать по-разному совершенно И невозможно Вот еще люди бывают подсаживаются на астрологию Когда после какой-нибудь такой успешной Впечатляющей консультации Хотя я не считаю критерием успешности консультации То, что клиент доволен Я не считаю, что это критерий успешности И приходится с этим смириться Что ты даже говоришь что-то неприятное человеку То, что неприятное Ты говоришь вещи, которые я считаю, что я должна сказать Да, я считаю, что я должна сказать Это вещи, которые не ранят, но они разочаровывают Как бы человек приходит с такими ожиданиями А уходит И это все Ну вот И это все, что вы можете мне сказать А я-то думала Ну вот так-то и так-то И потом начинается Благодаря этой консультации Может, ну вот косвенно как-то У человека меняться жизнь Потому что он перестает ожидать И выстраивать вот эти вот какие-то непонятные ожидания Перекладывание ответственности На какие-то там звезды Или еще что-то Как он ранее мог считать Вот Все же Давай тогда вернемся Какие все-таки конкретные вопросы Лучше всего задавать астрологу Есть ли такие вот Да, да, конечно Вопросы Очень хорошо, когда к астрологу приходят С конкретной задачей То есть перед человеком сложилась ситуация В которой он может поступить разными способами И он понимает это И ему очень хочется видеть Как бы варианты, которые он может сделать И к чему каждый вариант приведет То есть астролог не может дать решение Но он может рассказать К чему приведет любое действие Ну давайте на каком-нибудь примере Например, даже если это касается профессии Чем мне сейчас заниматься Конкретно вот чем сейчас заниматься И если человек пришел с каким-то вопросом Я сначала спрашиваю А чем вы уже занимались И чем вы хотите Вот как вы Я же должна определить На каком вы этапе находитесь Потому что Если клиент молчит Я тоже могу рассказывать И очень много Рассказывать И часто консультации идут по скайпу Или когда не видишь человека И ты думаешь Есть контакт или нет Ну его уже учишься интуитивно чувствовать Когда человек молчит Ты говоришь как будто бы в пространство И не понимаешь А он это уже делал или не делал Вот ему про разные варианты профессии расскажешь Можно же так повернуть и так повернуть То есть какая-нибудь астрологическая позиция Это не приговор Это может быть там тысячи лет назад У нас было 10 профессий в селе И мы могли точно сказать Тебе делать вот это Тебе это Тебе это И вариантов нет Сейчас у нас такое количество Возможностей Да И возможностей себя реализовать Что может это быть вот так А может так А может мы можем два действия соединить вместе Две энергии И получить совершенно что-то новое Есть даже такие статьи исследования Какие профессии появятся в будущем О которых мы даже пока еще не знаем И они уже может быть ваш ребенок Или вы сами уже начинаете осваивать эту профессию Если кто-то бы сказал 20 лет назад Моим родителям там Что ваша дочь будет астрологом Они очень сильно разочаровались И даже удивились Потому что мы все время развиваемся Развиваются наши возможности И лучше приходить конкретно уже Когда у вас есть идеи Потому что тогда это эффективно И тогда вы получаете подтверждение Что вы не зря так думаете Что действительно у вас пришел период Пришло определенное время Чтобы поменять что-то в жизни Это можно подтвердить по гороскопу Потом сказать Откуда и с какой Как организовать эти несколько желаний Которые у вас сейчас появились Так чтобы допустим Одна сфера приносила доход Другая была сопутствующей Потому что это нужно вашей душе Потому что иногда предназначение Не связано напрямую Скажем с общественной реализацией Бывает что у человека есть Как предназначение в жизни И это предназначение Скажем творить Ну там очень в общих чертах Творить и заниматься Каким-то видом творчества Это не обязательно то Что приносит доход И делает себя известным Но в гороскопе Есть определенные связки Можно так подправить это действие Что оно будет И в ту и в другую сторону работать Вот это вот эффективная консультация Когда мы ищем пути Уже у человека Который понимает что хочет Или он стоит на распутье И мы эти два желания Объединяем вместе Или как бы их разбиваем по времени То есть лучше сначала вот это сделать А потом это придет само собой Ну вот так Да Наверное особенно хорошо В гороскопе видно Какое время Когда что начинать Если вот человек чувствует Что вот теряет работу Или ему нужно поменять Сферу деятельности Вот наверное Очень это хорошо видно Что именно вот сейчас Или через месяц Или лучше подождать Да Вот это Ну да Во-первых Я всегда разъясняю Что то что у вас сложилась Эта ситуация Это пришло не просто так Это пришло изнутри вас Это не просто так И человек сам провоцирует Подсознательно Те вещи Которые с ним случаются Какая-нибудь завязалась ситуация Которую нужно разрешить Так мы Я по гороскопу Можно показать Почему она завязалась Потому что Допустим Вы переросли эту работу Или вы получили нужный опыт И невозможно сидеть дольше В этом же Ну в этих же рамках То есть у вас появились Новые возможности И у нас У клиентов Которые приходят Сплошь и рядом У всех основной ступор Это страх Страх идти в новое пространство И вот астрологическая консультация Может быть хорошей поддержкой Для того чтобы Показать варианты Новых реализаций в жизни И как бы И человека вдохновить Это его шаг Это его энергия И эта энергия Просто переходит На новый этап И надо не бояться Сделать шаг Но это что касается Именно работы Предназначения Часто вот Именно в таком ключе Приходится вот Консультировать И это очень эффективно Это и мне приносит Удовлетворение И самому человеку Который обратился И распространенный вопрос Еще про который Я хотела бы сказать Это вопрос От женщин Которые приходят Которые ждут своего принца А да Ищут своего принца Это у всех Это действительно Мы так устроены Что нам кажется Что отношения С противоположным полом Решат все наши проблемы Ну и это основная цель Основная задача Как-то у нас так В культуре сложено Что Партнер должен быть Я успешна Когда я замужем Или я успешна Когда у меня есть Внешне хорошие отношения Вот И вот этого все ждут И Просто это не дает жить Людям И они конечно Прямо пачками Вот под эту тему Могут приходить На консультации И задавать один И тот же вопрос И приходится Это вот Работа с осью 1.7 В гороскопе Наш вот этот костяк Я и другие И приходится возвращать Девушку Человека К самому себе То есть обратно Не делать ставку На партнерство В этой жизни И Ну конечно Гороскоп гораздо больше Предлагает возможностей Если мы понимаем Как его интерпретировать У людей У которых нет партнерства Ну скажем Они очень страдают По этому поводу У них развод за разводом Или несколько Там партнерств Уже Такие которые Они не хотели бы иметь Да Осложненных Каких-то Эти Обычно Есть указания В гороскопе Да Обычно И А можно Даже Вот Не ошибешься Сказать Сказать Все Как было плохо Так и будет Не будет У вас Какой-то Хороший Ну если поражен Седьмой дом Гороскопа Как правило Всегда проблема Во взаимоотношениях И даже если Возникает Намек на брак И даже если Брак состоялся Все равно Потом Какой-то идет Потому что Там Почему Потому что Выстроено много Ожиданий Потому что Грахи Планеты Захватывают Сознание Человека И он делает Большую ставку Большое Вот Именно на отношения Он ждет Это от партнера И партнер ему Это дает А если там Еще злотворные Грахи То партнер ему Дает так Что Человеку Не нравится Вот То есть Вот это все Вопрос Ожиданий И И можно Посмотреть Я все время Посмотреть Куда Человека Развернуть Чтобы он Не Не ожидал Ничего От партнерства Потому что Партнерство На самом деле Это бонус От счастливо Проживаемой жизни То есть Если мы живем Живем счастливо То с партнерством У нас в принципе Все хорошо И даже Когда у нас Со стороны Что значит Хорошо Хорошо Это значит Мы удовлетворены И даже Если это отношения Не такие Которые У всех Считаются Правильными То это все равно Человек получает Удовлетворение Даже если Это несколько браков Как говорят У меня было 5 браков И все счастливые Вот Если такое отношение То Это вполне нормально Человек Живет свою жизнь И партнерство Это только часть жизни Это не вся жизнь Это вот я объясняю Женщинам Которые приходят За партнером На консультацию И бывает Вот я приведу пример Что бывает У таких Женщин Таких людей У которых Проблемы с партнерством Хозяин дома Партнерства Попадает В какой-нибудь Неблагоприятный дом Неблагоприятный Опять в кавычках Потому что Таковых не бывает Но это дом Который мы не любим Допустим Дом проблем Неурядиц Споров Болезней И Всех разнообразной Рутины Тяжб И разводов Ну бывает Часто Многие бывают Хозяин седьмого дома В шестом Вот он туда попал Это прямая Интерпретация Прямая такая Тенденция Что Брак будет рваться Отношения будут рваться Или отношения Будут Отягощены Вот всеми значениями Этого дома Шестого дома Гороскопа Который связан С различными тяжбами И Что можно посоветовать В таком случае Человеку Вообще-то Посоветовать можно Во-первых Не делать Слишком большую ставку На партнерство Не потому Что не будет хорошего Потому что Если вы будете гнаться За лучшим Вы потеряете Из виду То хорошее Как говорят Лучшее враг Хорошего Это может означать Что если человек Реализуется В шестом доме Он идет Например Помогать Братьям Нашим меньшим Потому что Это дом домашних Животных Одновременно Да Домашние животные Которые требуют Защиты Да и все Вообще Не только домашние Животные А люди Которые находятся В непривилегированном Положении Те которые В кризисе Те которых Государство Чем-то Обделило Или общество Чем-то Обделило И если человек Идет заниматься Туда И формирует Отношения С людьми В том доме То у него Автоматически Вот эта Карма Она исчерпывается Она исчерпывается Вы например Выбираете Работать в кризисном Центре Или вы Начинаете Устраивать Приют Для бездомных Собак И мы Чем вот эти связи Что вам надо делать Чтобы жить счастливо И партнерство Автоматически Выравнивается Не нужно искать никого И вот когда Меня спрашивают Куда мне ехать Чтобы найти партнера Особенно девушки Это да Это конечно Ехать никуда не надо А партнер Притягивается И приходит сам В жизнь Когда определенные Вибрации есть Внутри Когда мы готовы Да Когда мы готовы И от смены страны Это не зависит Он приедет сюда В Таиланде Спрашивает Может быть я зря В Таиланде Живу Может они все В Москве Потому что Тут нормальных нет Я говорю Приедут Из Москвы Тут часто Специально Это Смена Жительства Из-за партнерства Это вообще Я считаю Что Никогда Не советую Никому Конечно Если у вас Есть смена Жительства Ради Ради того Чтобы почувствовать Себя счастливой И реализоваться Да Это действительно Если вас потянуло Туда Но если вы Делаете ставку На то что Я приеду в Москву И там кого-то Встречу Ну это опять Это опять Игра Называется Игра И погоня И женщина же Не должна гнаться За мужчиной Наоборот Женщина притягивает Спокойствием И готовностью Вот Внутренней И вот В таком ключе У нас происходят Консультации Вот эти По партнерству И что я хочу сказать Что Гороскоп Что он конкретно Показывает Вот эти взаимосвязи Куда направить энергию Чтобы другая сфера С нее снять напряжение Она выровняется сама А вы будете реализовываться Чувствовать себя На месте Счастливой И вот этот взгляд И все Все ваши вибрации Они сами будут привлекать Нужных людей В вашу жизнь Скажи Вот Если Образовалась пара Да Мужчина Женщина Полюбили друг друга Там Поженились Не поженились И вот у них возник вопрос О ребенке Как им может Консультация Помочь Подсказать Может быть Или когда Зачать ребенка Лучше Или Вот В какой момент Да Или еще какие-то вопросы У них в этом плане Возникают Будет ли ребенок Мальчик-девочка В таком плане Ну да Такие конечно Тоже вопросы есть Рожать Не рожать Когда Рожать И вот Я в таких случаях Вообще предлагаю Без гороскопа Расслабиться Но если люди Все-таки настаивают Да Потому что Человек приходит В нужный момент Можно посмотреть Периоды Наиболее благоприятные Да Наиболее благоприятные Для скажем Вот Для того Чтобы пришел Ребенок Да Вот они Подходят И для одного Партнера И для другого Я должна сказать Что таких Отрезков Периодов Очень много В нашей жизни Дети И творчество Это одно и то же У нас есть Пятый дом Роскопа И вторая Чакра Да Этот пятый дом Он связан Не только с детьми Он связан С нашей способностью Реализовать Своё я Творческое я И когда Спрашивают Сколько будет Детей Или когда Иметь детей Это ваше право Когда иметь Ну сейчас у нас Такие обстоятельства Что мы можем Регулировать Этот процесс Когда-то Не могли Всё это Импульсивно Так Сейчас можем Это ваше право Решать Когда вы хотите Когда вы лучше Вы даже можете Посоветоваться С астрологом И астролог Может сказать Опираясь на что Что у каждого Из пары Благоприятный Период И что Этот период Будет связан Если с творчеством И с рождением Ребёнка Оба Это только Скрепит отношения В паре И так далее Ну часто бывает Так конечно Что ребёнок Сплошь Рядом Является Ну он рождается Там проходит Какое-то время Пара распадается Тоже такое может быть Потому что Должна быть Реализована Эта карма И её никак Не избежать Подбирай Не подбирай Время То есть Такой ребёнок Должен прийти С такими запросами С такой энергией И он Вызовет Определённое Энергетическое влияние И на маму И на папу Но в этом случае Тоже Невозможно Давать гарантии Говорить Вот я вам Подобрала Периоды И всё У вас теперь Будет замечательно Потому что Астролог Не бог Он не может Вот это Решить Ваши проблемы Кармические узелки Это вы можете Сделать только сами А для чего Нам даются В жизни проблемы Или вот даже Это не проблема Это задачи Через которые Нужно пройти И что-то вынести Для того Чтобы Стать на ступеньку Выше В своём развитии Получить новые Какие-то Перспективы В жизни И если вы будете Оглядываться На свою жизнь Которую вы Прошли Вы будете Благодарить Жизнь За те задачи Которые Она преподнесла Потому что Тогда бы мы Здесь не оказались И астролог Не может Он не вправе Принимать решения И ставить И ставить узкие Что-то И узнать Через всё представить, и ваш вопрос просто говорит о том, что ваше сознание находится в рамках определённых. И давайте я вам покажу, как могло быть по-другому, и ваш вопрос бы это даже не возник. Что ж, замечательно. Мне очень нравится вот это определение, в каком состоянии человек хорошо бы уйти после консультации, ощущением силы, наверное, каким-то внутренним, может быть, даже немножко удовлетворением от того, что вот я сюда пришёл для того, чтобы учиться, и что мне ещё нужно познать. Это вот самое интересное. Мы можем разобрать на консультации, каким способом нужно думать, чтобы проблемы сами решились. Потому что мы знаем же, что проблемы не решаются с тем сознанием, которое их породило. Такая вот у нас есть уже изъезженная фраза, что проблему не решишь с сознанием, которое её породило. Для того, чтобы она решилась, нужно просто выйти за рамки и посмотреть на себя со стороны и сказать, ой, да, вот там вот стоит такая задача передо мной, я её начну реализовывать, осуществлять, это сама собой пропадёт. Я даже не вспомню, что она у меня была, такая мелкая вообще проблема, с которой я к астрологу вообще обратилась. И спасибо ей, что она была, потому что с неё всё началось. Вот это вот большое, глобальное в моей жизни. И вот я к этому пытаюсь стимулировать, как могу, конечно. Ну и с матуши затем расту. Замечательно. Ну и, конечно, мы растём вместе. И всё меняется, когда мы познаём что-то новое. Что ж, спасибо большое, Аня. Все наши записи выложены на Ютюбе. Запись сразу появится на страничке Сангейтс Радио в Фейсбуке. Так что смотрите, слушайте и готовьтесь к консультациям. Спасибо большое, Аня. Всего доброго. Доброй ночи. Спасибо. У вас, наверное, там уже почти ночь. У нас ночь, да, десятый час. Так что... Да. Всего доброго и до новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok